Попросили погонять, потом мне сказали, что это была группа «Сдоп-шиздуху». А текст я бездарно просрал. Один раз в жизни была записана с баянистом. Баянист сейчас, ему еще пять лет сидеть осталось. У него остался второй гармошки. Но когда его приняли в Питере, гармошку с текстами забрали. И там опера сидят, читают и плачут. А там прямо с явками хатами. Раз, два, три, один. А гитара есть, по-моему. Что, поиграть, рок-сет или хуй сапогу? Что? О свете, золотушные тельца. Душу сдаюсь, золотому тельцу. Мы жизни свалили до тыла. Мы теперь и по горе, тяжело бы не забыть. Продежили азу, мы снеглим ссу. Время не лечит, щука все мечет. Крепнут шведа в разбойной краси. Моет, глядащий крылом, небеса искалечит. Кровь помешит на святое шасси. Нервы закрепить, лихорадка ютенки. Тянутся руки к ненужным вещам. Хуй не стоит. Зарабатывай деньги. Хликай психи. Давай по щам плетя, но и пыль не спят за ты. И уля молодой слезой, пряный мне соли. И за каждый путь, и за каждый брюк, и пинамы. Держать их век и хватать люлей. Люли-лю-ли-ли! Места мои дуй. Люли-лю-ли! Люли-лю-ли! Места мои дуй. Люли-лю-ли! Люли-лю-ли! Гадки в черве, поинают чуряты, Вместо проворны, смешной белюцкий. В кельях их душ за говно, Доктию, как теплея, настройные спинки. Тупые мозги, и будет частинище, Жёстким Авкраином нахуй в корзину. Лихие годины, усталые беды, пустые гада. Тёртый калач, чтобы выжить свой плач, Строй низким бедрыдом собственной песни. На горлы он наступил навсегда. Встань на горлачке, с тобой швербольфа мы, Серые звёзды возьмут в твою пыль. Твой жирный Господь своим грязным, Разношенный под колебом, Выловит душу твою, И помножит на ноль в ледяной пыль. Снят сады и уля молодой, Слезой раны не сали. И за каждый бунт, И за каждый брюль к нам, Держать и уля молодой, Слезой раны не сали. И за каждый бунт, И за каждый брюль к нам, Держать и уля, И хватать люли. Ой люли, 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 Мы с тобою нули. Львиня львиня Мы с тобой нули, мы с тобой нули. Спасибо. А вам слышно все нормально, ребята? Все хорошо? Ну, замечательно, да. А песня добрая, песня про город Москву. Я, как все колхозное быдло, лет пять назад, когда я ее писал, думал, что Москва — это хуёвый город. А сейчас я его настолько полюбил, что мне даже порой стыдно в этом признаваться, потому что везде есть хорошие и плохие люди. А Москва — это такой эпицентр золотого тельца. Город там плохой потому, что все идут туда за бабками, и никому не интересно его облагораживать. Они там не относятся как хозяева, и поэтому всегда Москва стала таким уже порочным эфемизмом. И Москва в этой песне употребляется исключительно в этом контексте. Я, наверное, спою сейчас песню еще старенькую. Я сегодня буду так перемешку песен. Песня называется «Раны поют». Это старая добрая казачья песня про Андрея Романовича Чикатило. Вот как бы, да. И про ростовских маньяков. Вот, песня добрая, светлая. Я начну с самых врачных, а потом уже будет немножко посветлее. Песня светлая, добрая. Вот, жалко. Сегодня скрипать должен был со мной приехать. Но не приехал, потому что его задержали. Вот вчера, после концерта «Колиного моста». Он долго ломился на сцену и требовал Бутусового. А ему объясняли, что Бутусов играет в смысловых галлюцинациях. Это совершенно не так. Но он был настойчивый, поэтому вызвали милицию. Там еще милиция. Там полиции нет. Там милиция. Вызвали милицию, как бы, и отвезли его в отделение. Сейчас он там Бутусово требует там. У меня еще один кент знакомый, помню. Хотел себе вены перерезать, чего-то нажрался. Орал на крыше там. Орал, что покончит с собой. И орал, что я требую встречи с Малежикой. И там на какие только ухищрения не шли, чтобы с этого дураема обдолбанного снять. Они с высотки сказали, что Малежик находится в городе Кракове на гастролях. Что он будет только в четверг. В итоге он поверил, что Малежик к нему в четверг придет домой. И он до сих пор ждет. Так, песня называется «Раны поют». «Раны поют» «Раны поют» «Раны поют» Эй, это твои раны поют. Эй, это твои раны поют. В ледяной казарме рассвет, Вся лажатая сонном страилью, Где-то по бошке бьет табурет, Чтобы было легче в мою. Так заветел у тела, Но все кошмарят гетью. Дед их бьет совсем не сезли, Эй, это твои раны поют. Дед их бьет совсем не сезли, Эй, это твои раны поют. 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 В ледяной казарме рассвет, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 люди, которые хотят обидеться. А песня «Добрая», «Светлая» на самом деле. И в ней отражена, наверное, судьба многих женщин, так и не повидавших счастья. И, к сожалению, к великому. Вот, просто... А написана она была в далеком 2013 году. Я как раз ехал куда-то, откуда-то и написал. Песня «Добрая», «Светлая», называется «Терпеть, рожать, работать, умереть». После нее меня Артемий Тройский назвал русским реверофаном. Хотя я не стану такой целью абсолютно. Я добрейший человек и пою дубные песни. Я ловим уже и падешь. Тот, бля, кто уходит, дебил. Ты кого-то в натуре ждешь, Что капил, наряжал и пил. Ночь прошла и сомневаюсь, А ты распахнешь в окно, Заскал, и пил, и пил, и пил, и пил, и пил, и пил. Ночь в леденящий сморик. Расглядишь, мужики, я молю, Да и этот опять не смой. А все в твоих лицах Нет, танцкие принцы, А уж ты смешные, Ах, как коллеги, С наукой раньше срока Протролить. И будут тебя брать Ни альфа, ни секси, А будут те разбирные ляльки. Терпеть, рожать, работать, Умереть. Терпеть, рожать, работать, Умереть. Забудил я в твой экран, Наварнял опять пилдок, Победешь, уршить, жить, На Майдане, пашам, буй. За картоном прекрасный он, Много денег и рай земли, В утрой вазе гниет пион, На окошке у проходной. Отцом твоих отцей Нет, танцкие принцы, А уж ты смешные, Ах, как коллеги, С наукой раньше срока Прогонить. И будут тебя брать Ни альфа, ни секси, А будут те разбирные ляльки. Терпеть, рожать, работать, Умереть. Терпеть, рожать, работать, Умереть. Терпеть, рожать, работать, Умереть. Терпеть, рожать, работать, Умереть. Терпеть, рожать, работать, В致, развить, Терпеть, winning, Продолжение следует... 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 что в жизни моих героев произойдет какое-то небольшое чудо. Я, наверное, спою одну песню, которая будет на альбоме «Жить на глубине». Он у меня выйдет 1 сентября, к дню знаний, чтобы детям в школе раздать. Там песня будет старенькая, достаточно. Песня называется «Печка». Мы сегодня просили. Потому что и так что-то мрак-мрак, она к вам. Меня, ребята, просили, ну вот такой, блядь, трезвый человек, он только мрак и может петь какой-нибудь. Так что, да, песня называется «Печка». Добрый свет, я ее, наконец-то, путем записал. Спустя годы. Опять что-то будит, заводится. Я ж, блядь, боюсь. У меня волосы, блядь, растеричные. Не бойся, не бойся. У меня волосы, зубы наподобные. Главное, не бояться. Извини, да, я понял. Да не, я просто как бы первый раз выступаю. На публике всегда стесняюсь. Это, блядь, это в каком-то городе была хуйня. Тоже журналист мне задал какой-то ебанутейший вопрос. Вот абсолютно. Я говорю, ну а почему на вашем народе, ну а на вашем концерте так мало народу? Я говорю, ну там была возможность, как бы, ну вы знаете, вот у меня такое условие, чтобы на концерте было не более десяти человек. Вот как бы там. А он не знает моего юмора, как бы. И говорит, да вы что? Там надо работать, чтобы была аудитория. Я говорю, ну кто сейчас собирает? Бутусов, что ли, здесь человек собирает? Нет, никто там как бы. Более двадцати человек никто не собирал. Они говорят, вы что? Собирают? Я говорю, я не слышал такого. Я просто стесняюсь редко. Песня называется «Печер». В ней цинизма абсолютный ноль этой песни. Там на самом деле песня про то, что как надо к жизни относиться. Если тебе холодно, там либо сдохнешь, либо закаляешься. Два варианта и все. А люди восприняли ее тоже буквально, как какой-то сатанизм громешный. Обвиняют на всяких грехах. А песня добрейшая. Кто-то, блядь, какой-то, кто-то видит, блядь, в этих печках концлагеря. Кто-то видит печи сатаны там. Явлеев. Нет, просто на самом деле меня поражает, насколько вот, допустим, даже сейчас увидишь радугу, блядь, всем сразу станет понятно. Да? Вот, да. И вот насколько вот эти стороны, увидишь свастику, всем сразу гитлер мерещится. И вот там это самое, был в Рязанской области, там храм, там свастики какие-то, поганцы подрисовали. Понятно, что свастика это символ Гитлера, который он изобрел в сорок восьмом году, после победы над Россией. Понятно все. Я историк просто, я знаю. Да. А допустим, да, радугу, да, естественно, там придумали геи, это все понятно. И, как бы, есть такие вертолеты специализированные, которые, как бы, там, летят, вот там... Голубой вертолет. Голубой вертолет. Волчебник был на русском. И бесплатно покажет кино. Да. Артхаус. Да. И на самом деле, да. И меня поражает, вот эта узурпация какого-нибудь слова, там, или символа, и его полнейшая монополия, вот какие-то странные вещи. Потому что печка это то, вот, что греет нас, что согревает. Нет, блядь, надо Гитлера приобретать, надо Сатану приобретать. Да и людей таких не знаю, я поселковые, блядь, откуда у меня информация, да. А песня добрая про тепло человеческое, про то, что если тебе холодно, надо либо закаляться, либо ты сдохнешь. То есть два варианта, потому что третьего нет, блядь. Просто, да. И песня была про это. И я думал, как донести все это детям. Вот. И детишка получилось, как бы, донести в такую доступную форму. Я недавно играл у директора трубного завода, вот там, как бы, на корпоративе. Вот. И у него дети плясали рядом с трубами, как бы, на трубах. Там, вот, варили трубы, там, стали вары. И дети пляшут, вот, как бы, под эту песню. Песня добрая. Я стараюсь, как бы, добрые песни тоже иногда исполнять. Голова на тебе, малыш, Вьюла продолжает петь, Порван одноглазым мишкой, Некому тебя согреть. Подерпи, малыш, немножко, Пусть метет пиле пенду Скоро примчится, вздернет нас с дорожки В печке будет всем тепло В печке будет всем тепло Шовно тебе, малышки, плачешь яйца теребляет У людей в сердцах ледышки И, увы, не до тебя Подерми, малыш, немножко Выбрось, бить, а весь тепло Скоро примчится, скоро все случится В печке будет всем тепло В печке будет всем тепло Шовно тебе, малышка Вьюга пляшет по нерву У тебя под мышкой книжки В книжке сказки про добро Сказочкам не стоит петь Автор страна лет реклу Нет чудес есть гады И сверни из двери В печке будет всем тепло Нет чудес есть шайзер И сверни из двери В печке будет всем тепло Шовно тебе, малышка, боже, как же ты дрожи На вас, сука, за колесы В печке будет всем тепло 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 Холодно тебе, малыш Вьюга продолжает петь Порвано дна глаз и мишка Некому тебя согреть Так, что никому не нужен Хватит выйти во все хамло Скоро мчится Скоро скинет стужа В печке будет всем тепло Скоро мчится Скоро скинет стужа В печке будет всем тепло В печке будет всем тепло В печке будет всем тепло В печке будет всем Спасибо Кстати, я совсем недавно записал ее с хором тульских цыган В городе Туле Там была история, вы помните вот эта вся буча с цыганами? Просто я был ее очевидцем и непосредственным участником Хочу рассказать и наконец-то пролить на свет правду Есть такая прекрасная певец Александр Серов Который поет про Мадонну И вот нас с Сашей Серовым пригласили на корпоратив На юбилей коня, какого-то там цыганского обороны Есть любимый его конь Казбеку На юбилей Казбека нас пригласили И мы очень долго там выступали И там был у них барон, его звали Будулай Святослав Будулайевич, простите Я говорю, Святослав Будулайевич, в Кате холодно, пиздец Сколько можно? Он говорит, Саня, сейчас сегодня вопрос Взял новую саперную лопатку Он пошел рыть в огороде что-то Докопался до газопровода А у него зубы золотые А он носит зубы золотые Знаешь, что там слюни от них текут И как бы, короче, от них текли слюни И падали на газопровод И одна из них упала в дырку И там весь край обесточило И тех, кого не успели повязать менты Пришлось мне взять с собой в дорогу Я говорю, пацаны, а нахуя вы конями и героином торгуете? Давайте вы будете у меня артистами Поедете со мной в Америку на гастроли Я вас устрою в штат свой И несколько человек сейчас у меня подпевают Хор тульских цыган Даже нескольких коней обучили петь Вот и женщины, что мало отличается Ну, примерно так и есть И эта песня была записана с хором тульских цыган Она называется «От свери глаза твои» Это очень топливая песня, старая Времен еще 2007 года Я помню написал ее, когда работал журналистом Мы пили водку Водили бомжа на ниточки по городу И представляли его всем женам Лену Вот, мы тогда крепко пили с моим другом Сережей И водили этого бомжа Нас в Москве тогда не пустили в модный клуб Который назывался «Рай» С этим бомжом сказали, а он под расходу не подходит И там была целая байка, как бомжа не пустили в рай И мы его привязали на ниточке и сказали «Джонни, жди нас» И потом мы сидели пили на Курском вокзале уже в 5 утра Он уже нас к себе в гости позвал А он уже нас к себе и мы сидели с ним пили Я говорю «Чего у тебя такие глаза блеклые?» Он говорит «Да я не знаю, вот типа того, жить не хочу» Я говорю «Ты где глаза проебал?» Они у тебя отцвели, отцвели глаза твои А он сидел, пил водку и напевал песню Джона Лена на шоу «Маст Гоу Он» И только потом я уже узнал, что Джон Лена это не чувак с усами из группы «Вью» А что это немножко другой человек Это «Битлз» естественно наше детство, наша молодость «Лос Лайк Тен Спирит» и смог он в год А песня была написана в те годы, когда я пил по-жесткому И сейчас я ее реанимировал, немножко переделал, сделал еще прочнее Она записана в форум «Тульских Цыган» Которые мы назвали «Надежда» 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 Пьянью, стури, рожей, юэй, Домерешь на русскую, башешь, юэй, Панацею садюй, юэй, Отцвели, выда, отцвели, Отцвели, глаза твои, Отцвели, выда, отцвели, Отцвели, глаза твои, Спица римы, вене кухни, С ждукой, золушкой, Красный муромит сидит, Чеслами на куточке, И садай, и отбоет, Декан и кусоты, Отцвели, выда, отцвели, Отцвели, глаза твои, Отцвели, выда, отцвели, Отцвели, глаза твои, Оттрипаты шли, и оттали, Масилеты, куколь дымы, Мама тала, потрясла, Стало сердце глупо небо, Чтоб от наглых положи, Сталь же мать киса твоя! Отцвели, ой, да, отцвели, Отцвели глаза твои! Отцвели, ой, да, отцвели, Отцвели глаза твои! Люли-люли, спей, мой Рюма, Засыпай, мой маленький, Завтра с утра будешь снова Африканским валенком В новый день, как в новый бой, С пушечными салпами! Отцвели, ой, да, отцвели, Отцвели глаза твои! Отцвели, ой, да, отцвели, Отцвели голоса твои! Отцвели, ой, да, отцвели, Отцвели голоса твои! Отцвели, ой, да, отцвели, Отцвели глаза твои! Спасибо! Спасибо! Устройство германисты У нас будет сына И он не уянет жить в Лондон Туманные вверх смертей Цепины пологий сон И он не пройдется в блюдь Сбежащие чудо-словы-клопы Собьется по сутной лавке Стревою на холодный слон Спасибо, мама! Спасибо, папа! Все то, что жив и все здоров Бума-малада Мы научили докладать Соскок чужой Нам не берут И грубые силы Отбирать к саму брата А со стеной Синела и смотно-карапа Глубы волки Мусор слагает Как некрасивый Грибок летом света И ваших деда Совсем малой Потанца от него Собьем мы И не пой Галифы Я не пой Галифы И будем шевнять в контакте На ними кто столько смотрит Давайте спасем Илюшу Нам надо его прочувать Побилуйте толь и жаль Наш сын умереть не должен, Он вырастет самым лучшим. Конечно же, я шучу. У нас будет сын, Здоровка, борец, поддумный, Достойный и сильный воин, Горой засвету юруйсь. У нас будет сын, Спокойный, красивый, умный, Пойду на любую дырку, Останет таким, клянусь. И я приложу все силы, Чтоб рост не видел в крови, Чтоб я не провел весь мир, А вместо всех злосмонсал И вшел про трудных примеров, Совет без темных пятен Пришел нас с тобой проведать, И с гордостью нам сказала. Спасибо, мама, спасибо, папа, За то, что звук не шел, Всегда приятный запах, За то, что в детстве не пришлось Видеть чужой набитый ром, Другой силой отбирать голосом ухрана, А с огненной осенило, И смутно караба. Кулы, водки, буты, взбанки, Кирки, бляси, ультриматы, И нет рассвета, и плачет деда, Совсем малой потенциальный Монтар, и ритмы. Элипий! 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 А со стеной осенило, И смутно караба, Кулы, водки, буты, взбанки, Кирки, бляси, ультриматы, И нет рассвета, и плачет деда, Совсем малой потенциальный И мы сделаем небольшой перекурчик, потому что без перекуров Мои песни слушать очень сложно. Я вас на перекурах учусь с доброй песней. Это добрая песня. Нет, нет, нет. Счастье будет во втором отделении, обязательно. Чуть не знаю. Счастье будет во втором отделении города Билгард. Спасибо за теплый прием, за теплое первое отделение. У вас, как всегда, прекрасно все. Даже можно сказать охуительно. Замечательно. Вот так. Я рад, что до вас доехал. И на самом деле, блин, я всегда на концертах начинаю что-то рассказывать, и по минимуму песен потом получается. Поэтому я сегодня буду пиздеть по минимуму, петь побольше. Сейчас мы, да, спою песенку, мы сделаем перекурчик ровно минуту на, наверное, на 7. Примерно 7 минут хватит, чтобы выкурить сигарету. Еще, да, я забыл. Олег, слушай, я с собой всякий мерч привез, его куда нужно. Давай на нас. А, на вас, да, хорошо. Да, я тогда вам отдам мерч, у меня там есть все. Да, блядь, и потом у нас не заберешь. Магазин, магазин от гандона до батона открывать свою работу. Куда, кого, кого ты слушаешь? Хорошо, добро. Да, я с собой мерч я тебе привез, меня кто-то спрашивал, будут ли модные презервативы, называется «Вранимир», чтобы не крепали таких же злых. Тоже будут? Песня называется «Клопы». Это добрая песня, я уже рассказывал про нее тысячу раз. Музыку я спиздил из сериала «Тлинпикс», когда был первый раз увлечен за психомонией, когда я клеиваю на ногу. И мне запомнилось, что пиздюля, я помню, что отличная музыка отложилась. Мне хочется вас на доброй ноте отпустить на перекур. Сломайте себя доходяшною палкой, прилежною девочкой-паренькой. Леты не били тебя по лицу, а в ночь пригодил мне порой. Ты мерзнешь на трассе с капалками, и спирай с ней другая мамочка, и хаосом стволил, как дорогу забыл. Дорогу на улицу у нас. На улицу у нас. Вспомни себя, малыша, горбунка, когда ты разжез и был в полоте. Смешный гребешок на буратских работ, на украинце шел в первый класс. Теперь ты сидишь от звонка до звонка, в тельняшками черные полоти. Маманю по лету занесли на богос в карабинку. Совсем среждадайся. Совсем среждадайся. Смешный гребешок на буратских работ, на украинце шел в полоте. Смешный гребешок на буратских работ, на украинце шел в полоте. Вспомни себя, карабузер с бургоном, босюрку с колецей в кларышей. Там были и турбо, и бомбим-бом, а шрифка секретным фокью. Теперь ты горлянку полощешь бургоном, и фор не берет тебя садушу. Уже не сравнять ни горбон, ни кредит, а я кривую на рожку твою. Вспомни себя, восьмилетний мошкан, а тогда ты мечтал стать разведчиком. В прошении за домом перемена война, и пуля тебя не брала. Теперь ты стреляешь одни сигареты, и мелочь с утра, и на вечера. Что мыслишь только, как ты ларьки молчешь, как пластун до стола. Как пластун до стола. Как пластун до стола. Веки враждебные, взбей, кресяй, Жнец утрают стопы. Смелуйся, господи. Смелуйся, господи. Смелуйся, видуги. Мишки, мишки, мишки. Мишки, мишки. Мы тупы. Мы слепы. Мы лови. Спасибо. Спасибо большое, дорогие. Отличное первое отделение. Ровно через 7 минут встречаемся на этом же месте. Жду вас в трех пискарях. У меня есть... Куда бы я ни пришел. Все время, как бы, да, есть. Олег везде приносит с собой счастье в виде ядров. Так что, да, так и есть. Второе отделение я начну с песни. У меня есть один модный молодежный фит, который труден. Что нужно сделать? Что-то рассказать про это, про все? Хорошо. Да там все просто на самом деле. Я с собой привез всякие футболки. Всякие диски и этот самый. И DVD-фильм про меня про дурака. Видишь, сняли? Вот, про фильм немножко расскажу. Потому что мне пришлось там порно-сцены вырезать. Там было всего 3 минуты и нанимали дублера. Да, пришлось порно-сцену вырезать. И, к сожалению, как бы, или к счастью. А я думаю, что к счастью, да. Так что, да, я с собой все привез. Вот, я забыл про это сказать. У меня есть одна модная молодежная песня. Она называется «Евангелие от Макеологи». ПЕСНЯ 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 Образуемся яско, дальше для собрёжки, Жучки-наворожки, ближки-нари-машки. Евангелие от Магиа вели, Евангелие. От Магиа вели, Евангелие. От Магиа вели. Ты сидел, шкафу, ой, ладно, на зубном и рукой крыл. Губы пыльные со столи, молоко степных копыл. Целые церверы над семьи, не на воды убежать. Грема, стыная манючила, пресса мыкаться и дрожать. Продвижи свою, читаешь, ты за мечет буквами. Не смогу я, что еще станешь, учусь, то же побыстрее. Улыбнешься и поверишь, не попросишь, чтоб простил. Сутки карцера получишь вместо яблочных пассею. Люди безумрачное счастье, не поймать на банды. Молча бомжики заточат, породного шурупля. Каждый рост не удержит, алексей не отбоют. Вместо обе умопутки тростуют и беют. Куда ты конишься, а там же молчьи бурые. Люди и молчьи, они ж еще совсем не возросли. Не удержи сказки, не загонят в угол. Не заставят плакать, не накормят ложью Евангелие. От Махи Афели, Евангелие. От Махи Афели, Евангелие. От Махи Афели. Позовутся в миры смертных, и кричей гандовые. Будешь жить своим раскладом. В благе же тебя, сына яд. Крепи небеса я не трубни. Не закинет камана, цели оправдывает средства. Вся твое, живи с волна. Замирайся, ботый лара. Сайфандуй, дожатся в стебетых. Посыпай главу Господью. Пеплом, кровав, золотых. Истязай свинных матрежек. Руки чахнут пока лавы. Клещи с зеленкой оконенной. Истыкают пати лавы. Расбудить семью воду. В ручках гроши зажморчат. Чертевую мантию, бурпурно. Твои ближние облачат. Красноченые мантурты. Он отждет тебе к малу. Муродины будут плагать. И молиться на вету. Спаса, прицеп, смит, сагути. Кайфан, буррер, я раскрадь. Даже самого Саус Петр. Весек идет у райских брат. Склонят главы черкесканы. Пастер-маны и труси. Разметаясь тревога в ноги. Святые прахи. Как он сик, куда ты гонишь. Тебя в боках там животики. А за ними ломки. Они уже отгадки. И Хотормscвят все времена. Пусть муря налетят, Стержаны выстр autre, И кушьи массе земли. Смучит алсай-галомки. Евангели. Хотормhet все времена. И в идею. И в киное. И в reinforcednet. И вaltнен day. И вissent все времена. Сваренькое озеро тонуло, Сына нянчего лету. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Песня следующая. Она будет начинать цикл песен про жен декабристов. У меня есть несколько песен про современных жен декабристов. Я немножко хочу рассказать про этих женщин. Я недавно совсем прочитал книгу про них, и там было сказано, что самой младшей из них было 20 лет, когда она пошла за своим мужем на каторгу в Тобольск. И из них 8 женщин вернулись только с этой ссылки. Трое из них вернулись вдовами. И, конечно, когда я читал про княгиню Трубецкую, и родной отец ее проклял, сказал то, что если ты поедешь за ним на каторгу, то я тебя прокляну. Отец у нее был генерал, и он сказал, что больше не приходи в мой дом, если не вернешься через год, то я тебя прокляну. И когда этот почтенный генерал умирал, он на смертном отре признался, что не видел удивительной и прекрасней женщины, чем его дочь. Из них вернулись только трое. С мужьями, остальные были вдовами. И на самом деле, я уверен, что сейчас тоже много женщин, которые за своими мужиками пойдут и на каторгу везти. Много мужиков, на самом деле, есть. Какой мужик, так и женщина. И у меня есть несколько песен, которые посвящены именно таким прекрасным женщин, которых, к сожалению, проебали. По дурости. Вот. Самая первая песня, которую я спою из этого цикла, она продолжает историю Прежбурга. Песня называется «Лилимар». У меня струма порвалась, я вставлять ее не буду. Давай, погоди, иди. Ну, спасибо, спасибо. Я не буду вставлять, она отрезана. Песня называется «Лилимар». 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 «Лилимар». Песня называется «Лилимар». Песня называется «Лилимар». Песня называется «Лилимар». 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 Песня называется «Лилимар». «Лилимар». Песня называется «Лилимар». 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 Песня называется «Лилимар». 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 «Попыльпуссно». Ты обралипел! Она бы пошла за моим сибирским рудом За чипером грязной круче Статутиком видеть подай Она бы смогла веку Стать твоей обычаю Стенопелом удары дубиною И мокрый вечерный мрай А после терящих нежностей В тревожных советских сумеркай Ты мчался с букетром кратерным Восьмерки в окно попало И вместе на ливень и тряс душе Отправились на охрань И мы Жизнь сожжим пёстрым юнити Но ты обралипел! Ты обралипел! Ты обралипел! Ты обралипел! В любой незавидной участи На самой паскутной должности Была бы тебе Огорою Единственной и родной Она бы смогла Относить Покое твои выходки До самой гастринной сталости Таскать сердогу и судно Спасать самый длинный срок Иконою под подушкою Старухи тюрьме Камышинской Ты обралипел! Эй! 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 Ты обралипел! Эй! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А я единожды играл в городе Иссенту Кипа. И ничего хорошего с этого не помню. И просто есть какие-то песни, которые я записал с инструментами, теперь не могу их вживую исполнить. А вот счастье будет. А у нас не буду. Знаете, когда кричат клаустрофомию, я не слышу, что вы строковище, что вы строковище. Грибчику, голос. Роман, Роман. Страшно, мне страшно. Рома, Роман, Роман. Рома, Роман, Роман? Охуительная песня. Я ее, ебать, я написал. Мы не исполнили. А про Ленку, про Ленку. Да. Да у тебя, Ленку. Ох, ебаный, Роман. Тысячу лет не пел. Жустина. Жустина. О-о-о. Понесал. Про Андрюшечку. Про Андрюшечку. Ой, пожалуйста. Кстати, я недавно играл на фестивале с Андреем Макаревичем, но он очень сильно обиделся. Да. Право, такого здесь нет. Нету Макаревича. Право решать. Право решать? Да. Да. Я подумал вот этим. Не удобно. Пора. Хорошо. Я тогда буду погибнуть пизгать. Побольше. А то вот как всегда получается. Работ. Работ Лайфрай. Поговорите, поговорите. Ламфред Ламфред Ламфред. Ламфред Ламфред. Ламфред Ламфред. Скучающий орнитолог за свою жирную орабью. Причем не себе нихуя. Да. Так. Я подумаю, ребята, подумаю. А Макаревич здесь нет? Макаревич, это плохо, плохо. Макаревич. 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 На дне города Елабуги я выступал вместе с Валерием Сюткиным. Это была такая история. И как бы мэр города, он очень котирует мои песни. И сказал, Саша, спой про Фореста Гампа с жителем на дне города. Я ему сказал, ну там же есть матерное слово. Он говорит, а ты попробуй как-нибудь без матов. А потом я спросил, а какое там матерное слово? Он сказал, Трахал. Трахал. Я ему говорю, что Трахал это не матерное слово. И потом все-таки мне пришлось заменить. Елабуга, 80 тысяч человек стоит, Сюткино тхуячил свою буду. Я бронить по совету, пиздану со пьяной. И я выхожу и начинаю играть Фореста Гампа для Жени Мера. И я решил как-то заменить слово. Плакал, трахал. И спел, потому что он на грудь тебе не какал. И один по-настоящему любил. А вот и съеденные женщины захлопали. Вот как бы то, что так уважительно относился к своему ритму. Обожел. Фореста Гампа так Фореста Гампа. Девочка. Аааааа. Ааа! Аааа. Ааа! Ааааа. Аааааа. Аааа. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Далеко Добавил DimaTorzok 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 Все, все, все равно Уууууууу worthwhile Даже с моей самой мрачной песней я пою ее теперь с доброй эмоцией. Песня, которую я сегодня обещал спеть в самом начале концерта, она называется «Счастье». Песня, которую я сегодня обещал спеть в самом начале концерта, она называется «Счастье». Песня, которую я сегодня обещал спеть в самом начале концерта, она называется «Счастье». Вот и будет счастье мне, соберется русс-ружину на стретмече к войне. Разобьем слитбой вражей, вот и будет счастье мне. Разобьем слитбой вражей, вот и будет счастье мне. Принесем мы роду древние, подарим от той стране, смерть врагам народу клейпе. Вот и будет счастье мне, смерть врагам народу клейпе. Вот и будет счастье мне, ой, как водитель, сатянем песеню о вылинной старине. Славься, Русь, моя святая! Не нужна чужды на мне! Славься, Русь, моя святая! Не вела чужды на мне! Славься, Русь, моя святая! Буду счастлив я в двойни Много мрака поем, а мне уже давно много мрака петь не хочется Мне хочется петь что-нибудь народное и что-нибудь такое, что людей бы объединяло, а не разъединяло Есть такая песня, она называется «Леш ему знается» Она вышла на львове «Семь чудес» и она тоже по доброй традиции поется в жанре акапелла Для всякой гитары ПЕСНЯ 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 Весну птицы белые, Легшему видимо, Собрались на пир ведьмы черные, Клещут чашноду земляничную, Гложет волчья сыть русам ратушку, Тремлет царь-батюшка, Гложет волчья сыть русам ратушку, Кошет царь-батюшка, Не гнились на нас, ясно-небушка, Мы ж твои следы оборваны, Сводка юнаты под хноты крепкие, Сверны да прости, Сводка юнаты под хноты крепкие, Святы да чести, кой же ты земли, Моя древняя, стороны мои, Горе мечтая, сколь тебе тушить, Сколько маяцей, лешим узнается, Сколь в небу лежить, Сколько маяцей, лешим узнается, Сколь теми тушить, Сколько маяцей, лешим узнается, Шуни- willen тебе тушить, Сколько маяцей,wiadок на немецком, Не-не-не, порвалась у меня третья, четвертая, она самая западлянская. Право решать! Вот, пацаны, право решать, я собираю битвазаров, я сейчас вставлю ее, и все будет нормально. На самом деле, да, право решать ее нужно играть с шестью струнами. Есть какие-то песни, на которых можно скалярить, а право решать я там записал электричество. Впервые за долгие годы поиграл на барабанах. Вот, как бы, и там просто она совершенно не звучит без каких-то таких мощных шести струн. Вот, я сейчас все это сделаю. Я сейчас ее вставлю, короче, и все будет. Я рад, что ее где-то хоть просят, потому что это очень редкая песня, чтобы ее где-то просили. Я когда ее играл в Берлине, помню, несколько лет назад, на меня очень сильно напряглись почему-то за нее, за эту песню. А сейчас она у них там хитовая. Саша, когда зубы вставил? Я когда зубы вставил, я просто про зубы всем рассказывал историю. Помните такую картину «Страханина из Лас-Вегаса»? И вот этот там чувак, который был с этим, с Джонни Деппом второй, я забыл, как этого актера звали. Этот чувак несколько лет толстел, чтобы сыграть эту роль. Я зубы специально как бы не отращивал несколько лет, чтобы сыграть в клипе Захара Прилепина «Серьезные люди». А потом, когда клип кончился, сняли, вот как бы мне пришлось этот грим снять, и они снова появились. Но на самом деле у меня сейчас зуб мудрости не выверз, а вот из-за этого песня такая хуевая. Не знаю, просто про зубы это был самый, блядь, актуальный вопрос, я помню. Они у меня уже стали как у горшка, блядь. Я просто их боялся вставлять из-за того, что когда я горшок вставил, он прожил потом недолго. Или, например, я вот хотите хохму про это расскажу, но это, на самом деле, я как бы без комплексов в этом плане, поэтому могу эту физиологию рассказать. Это, блядь, это совершенно не байка нихуя, это так и есть. Я недавно был когда на приеме, когда мне всю вот эту хуйню рихтовали здесь. Я сижу и, честное слово, у меня в башке кружится песня, блядь, «Отшумели летние». Я честно скажу, абсолютно честно, блядь. Потом я пришел, короче, а я не помню, кто ее исполнял. Я в ключе смотрю, нашел, что это был шура. Может быть, короче, в стоматологических кабинетах внушают определенные песни. Да, ну, на самом деле, да. И Актур Грисова в советское время, те помнят, какие тогда были зубодеры, что, пиздец, я долго к ним боялся ходить. И тут, наконец-то, когда уже стало невозможным. А так, официальная версия, что это я специально для крипа Захара, чтобы выглядеть зловяще. Я играл там роль этого торговца оружия, поэтому и так и есть. Я еще сейчас скоро буду в фильме играть сельского гопника. И, в общем-то, мне, наверное, обратно их придется. У меня, как бы, амбураж есть, как бы опыт есть тоже. Я это говорю из всякого такого, из всякого чувства действия, а именно как констатацию факта. Потому что у вас всегда город славится таким фирменным, хорошим, теплым приемом, когда приезжаешь и ни капли не напрягаешься. Спасибо вам огромное за эту атмосферу, которая у вас есть. Огромное спасибо вообще вам всем за то, что вы есть. Потому что я вот сколько езжу по России, я понимаю, что в моей стране живет огромное количество хороших людей. И я раньше, когда был злым, когда бухал и когда никуда не ездил, я был злым. Мне казалось, что меня кругом окружили масоны, евреи и прочие страшные люди. А как и перестал бухать, где-то года через три они стали рассасываться. То есть нет вообще никакого. Я понял то, что в свое время мне масоны просто через воронку водку заливали вот каждый день. А евреи ссали в подъездах у меня. И Путин приходил, тоже самое делал. Спасибо за теплый прием. У меня буквально время на одну песню. Последняя песня на сегодня, она песня с нового арбома, который глядет. Я ее выкладывал в интернет уже, песня старенькая. Мамка на койке, бабушка топнет. Тело не умеет, сляпнет и глупец. Где твои внучки? Девочки, сушки. Светлые помыслы молодости. Замолвенные бедные ручки. А детки, конфетки. Бьют папиросы. Шала-шала-шала. Время шутило. Есть дела бабушки. А бабушка на койке. По головам помойки. Внуки в расходке. А бабушка знает, что нет никакого чана. Вовсе нет никакого чана. Вовсе нет никакого чана. Вовсе нет никакого чана. Мамка на койке. Крысы на кровке. Внуки на крыке. Мои мне знанки, на истанку, на истанку! Горочевает банку давить охота, даже ради охота! Боже, ты мой воздушный герти со сковородами, Покруг танцы, на дагонскую кону! Какие я бы сону! Малетель нам примит через комнат и стран К обитованным семьям, всем доничьим полярным Да под дождем мы сослужимся по кадрке жизни Рёбошь, рёбошь жвёт бабки-рубки, подруга-рубель Малкана-пенец! Ведь она точно знала, что нет и нет комоча Но есть вечная бенопатая правительство Горска, блядь, дикое дерево, накопительство Державшим мыли, садили, предателей Боржуне по шестерок прыгали поделить Из гостандарта, гостандарта, приниматели А остальных галек на ветке бей и мотили Примят теракты и громят нашисты бункеры И устареют полторей, зуба-тропительством Свобода мыслей живёт, но где-то в мизере И с то, что пойдёт перерасты в телевизере О, бля ваши руки, ваши зайки, ваши пальчики И поебай, что для в грозном ехут мальчики til поебай, что для в грозном ехут мальчики А в грозном гибнут мальчики В грозном гибнут мальчики Срочники, мальчики, еще есть смерт Но что и лицемерие Бросайте вратки, косите и наводь насилие Быть вокругнули, раскумарились, затунули Да сакималили, а вам уже присунули Туда-сюда, как жутчик, во все щели, во все трещины Твой дорога, господа, не сдержив женщины Какой тут нахуй, джами, дед, образец, богатайство Точит опоры, будь напорникам, сержать, как с вами, дед Точит опоры, будь напорникам, сержать, как с вами, дед Ноты-суставы, ноты-суставы Под грузом и стоя, она уже там В мою ногою и сторон рукою в ноги Роем, 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 роем Мухи роятся, роем Дышится ты, ладык Мух, победитель, смерть, обитель, мамку несут Муху несут И эти мои груни Цок-цок-цок, ей уже похуй Ей уже все равно Ты же она точно знала Что нет никакого Вовсе нет никакого Вовсе нет никакого Вовсе нет никакого Спасибо, Мелгород! До новых встреч!